В эфире программа «События» в студии Павел Баймаков. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Этого события ждали 10 лет. После реконструкции корпус педагогического университета на Льва Толстого вновь открывает двери. Уфас не дремлет. Антимонопольная служба подводит итоги. Игра не по правилам. Область с Бирком выявляет нарушения в предвыборной гонке. Все, что хотели знать о Самаре, но не знали, у кого спросить. В городе открыли сезон бесплатных лекций. Звезды филармонии в городских парках. Фестиваль «Открытое небо. Открытые сердца» приобщает самарцев к прекрасному. Долгожданное возвращение. Исторические и филологические факультеты педагогического вуза снова переместятся в учебный корпус на Льва Толстого. Здание было закрыто на реконструкцию 10 лет назад. Студенты и преподаватели ютились в других корпусах. Каким стал корпус после ремонта, увидела Марина Матвейшина. Гимн студентов снова раздается у дверей корпуса Самарского социально-педагогического вуза на Льва Толстого. После 10-летней реконструкции, в завершение которой уже никто не верил, корпус торжественно открывают в преддверии 1 сентября. Сюда вернутся те факультеты, которые располагались в нем и раньше – филологический и исторический. Одни из старейших вуза. Этот учебный год студенты-филологи и историки начнут в обновленном корпусе педагогического университета. И они даже не представляют, насколько им повезло. Потому что, когда здесь училась я, еще до реконструкции, здание было настолько в ветхом состоянии, что в дырку на полу можно было наблюдать, что происходит в аудитории этажом ниже. Учиться нам это не мешало, было даже весело. Однако я представляю, как хорошо здесь будет учиться теперь. Открытие корпуса – настоящий праздник и для студентов. Им не придется больше курсировать по разным корпусам и учиться они смогут в первую смену. И для педагогов. Я здесь когда-то начинала работать и сюда. Прошло время, мы вернулись. Как иногда говорят, мечты сбываются. Все-таки мы вернулись на свое историческое место. И я считаю, что старо-новые стены помогут нам еще больше вносить вклад и в журналистское образование, и вообще в культуру и образование в целом Самарского региона. Здание на Льва Толстого построили в 1936 году. До войны в нем размещалась морская школа. А в 43-м году корпус передали Куйбышевскому педагогическому институту. К 2005 году здание настолько обветшало, что продолжать учебный процесс в нем не представлялось возможным. В 2006 году началась экстренная реконструкция и затянулась на 10 лет. Была инфляция, были экономические кризисы в нашем государстве. И наполовину отреставрировали сначала, да, реконструировали. Потом не было совершенно денег. И вот совсем недавно, благодаря поддержке нашего губернатора Николая Ивановича Меркушкина, нашлись средства. И благодаря этим средствам и также вложению наших внебюджетных средств, наконец-то была реконструкция завершена. Педагогический – один из старейших вузов в Самаре. В этом году университет отмечает 105 лет. За годы своей работы вуз выпустил свыше 80 тысяч специалистов. А потому переоценить его значение нельзя, отмечает губернатор Николай Меркушкин. Мы будем делать все для того, чтобы наш педагогический вуз был одним из лучших. Почему? Потому что, какого уровня будут у нас преподаватели, я имею в виду преподаватели в школах, учителя какие у нас будут. От этого будет зависеть во многом наше будущее, будущее нашей страны. Совершенствуется материально-техническая база университета. В этом году был открыт физкультурно-оздоровительный комплекс «Буревестник». И еще одна хорошая новость – вуз получит деньги на завершение строительства двух студенческих общежитий. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. Самара примет финал Всероссийского конкурса «Учитель года». Уже пять лет педагоги региона в числе финалистов. А в прошлом году Сергей Кочерешко, преподаватель из областной столицы, стал абсолютным победителем конкурса. Впервые за много лет в регионе строят новые школы. О развитии образования губернатор говорил с самарскими педагогами. Торжественное собрание приурочили ко Дню Знаний. В конце сентября в Самару приедут лучшие учителя со всей страны. Город примет финал конкурса «Учитель года-2016». Это прекрасная возможность перенять лучший опыт, отметил губернатор Николай Меркушкин на встрече с самарскими педагогами. Внимание региональных властей, поддержки и развитию образования. Учителя, которые подготовили победителей предметных олимпиад, получают прибавку к зарплате до 99 тысяч рублей в месяц. Из областного бюджета на это выделено более 500 миллионов рублей. Дополнительные выплаты предусмотрены и для молодых специалистов. Мы имеем хорошие результаты в стране. И сейчас мы видим, как в том сельскую местность, и не только в сельскую, и в города стали приходить молодые учителя. Как бы сложно ни было, мы будем делать все для того, чтобы это продолжалось и учительство пополнялось молодыми кадрами. Впервые за несколько десятилетий в Самаре открывают новые школы. В этом году три, построенных по самым современным технологиям. Регион – пример в плане организации системы высшего образования. Самарский университет имеет все шансы войти в топ-100 ведущих вузов мира. На торжественном собрании глава региона наградил лучших педагогов Самары. Звание «Заслуженный работник образования Самарской области» получила Татьяна Бороздова. 44 года она посвятила воспитанию дошкольников. Вы как губернатор, вы так много делаете для того, чтобы поднять статус педагогических работников. Сколько сделали вы для нас, никто не делал. Вы поддерживаете молодежь. Вы поощряете заслуженных работников. За это вам огромное спасибо. Памятные знаки Куйбышев – запасная столица. Получили учреждения среднего профессионального образования Самары, которые в последние несколько лет значительно повысили свой уровень. У нас очень много ветеранов, которыми мы можем гордиться. И на их примере мы воспитываем своих студентов. И вы знаете, у нас очень хорошие студенты. Каждый на своем месте приложен усилия для того, чтобы процветал наш регион. В завершении встречи с приближающимся Днем Знаний самарских педагогов поздравил народный артист Лев Лещенко. В школы Самарской области в этом году придут более 35 тысяч первоклассников. Это в полтора раза больше, чем в 2015-м. 99% школ уже прошли комиссионную проверку. Неготовыми к учебному году в области оказались 5 школ в Сызрани, Тольятти и Борском районе. Там не уложились сроки по капитальному ремонту. В регионе впервые с конца 90-х годов число учащихся превысит 300 тысяч. Это приведет к тому, что во вторую смену будут учиться более 30 тысяч детей. Решение этой проблемы сейчас в приоритете. Вы знаете, поставлена задача президента. Мы с вами отрабатываем этот вопрос. И нам нужно построить, сделать пристрое не менее чем к 60-ти общеобразовательным учреждениям. И поэтому работа впереди в этом направлении очень и очень серьезная. Наблюдатели миссии ОБСЕ в России будут присутствовать на выборах 18 сентября в Самарской области. Двое уже находятся в регионе и знакомятся с работой ТИКов. Об этом стало известно на заседании рабочей группы областной избирательной комиссии. Тем временем сам обл. избирком продолжает следить за ходом предвыборной гонки. На сегодняшний день поступило 67 обращений. Они касаются нарушений, которые носят признаки агитационных материалов, что недопустимо. От обращений к обращению все-таки идет опять, меняется содержание. На первый план выходят опять же все обращения, где заявители указывают на использование административного ресурса. Разумеется, с этим избирательная комиссия в рамках своих полномочий, что может, мы обязательно будем делать. 6,5 миллионов рублей заплатит предприятие Самарской области за нарушение законодательства в сфере конкуренции, рекламы, закупок товаров и услуг. В бюджет уже поступило чуть больше 4 миллионов. Федеральная антимонопольная служба подвела итоги за первые полугодия этого года. Однако уже с июля меры наказания смягчили. Если раньше за нарушение частные фирмы штрафовали сразу, то сейчас им выносят сначала предупреждения. Особенно это касается компаний, которые в год зарабатывают меньше 400 миллионов рублей. Без предписания прокурора теперь нельзя провести и внеплановую проверку работы предприятия. Под предупредительную амнистию попадают и те нарушители, которые не соблюдали антимонопольные законы, начиная с января 2016 года, но не были уличены в этом. Это сделано для того, чтобы как-то симулировать развитие экономики и не бить им по рукам на каждом ровном месте или неровном, а чтобы они, прислушившись, просто потом больше не нарушали. Если возникает, так скажем, рецидив, злостность, то тогда уже дела возбуждаются, рассматриваются и по всей строкости закона. Далее новости с финансовых рынков. Все о взлетах и падениях валют на сегодня знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Мировые цены на черное золото снижаются на фоне данных Американского института нефти о запасах сырья в США. За неделю плюс 4,5 миллиона баррелей. Сегодня за одну бочку марки Brent дают 49 долларов 20 центов. На 25 августа Центробанк установил курс доллара на отметке 64 рубля 81 копейка, евро 73 рубля 20 копеек. Золото стоит 2787 рублей, серебро 39 рублей 52 копейки за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего доллар можно было купить за 62 рубля 52 копейки, дороже всего продать за 66 рублей 89 копеек. На открывшемся московском международном салоне АвтоВАЗ представил новый кроссовер Lada X-Code. О технических характеристиках пока не рассказали, зато можно увидеть дизайн. Автомобиль ярко-желтого цвета с выраженными X-линиями. Выпуск кроссовера намечен на 2018 год. А правительство страны выплатит пенсионерам по 5000 рублей в январе 2017 года. Причем как работающим, так и неработающим. Новый кроссовер, конечно, на это не купишь, но все равно должно быть приятно. Планируется, что материальную поддержку от государства получат 43 миллиона человек. На этом все. Удачи в делах. Своё 20-летие отмечает Союз работодателей Самарской области. Сегодня в ассоциации 168 предприятий и организаций. На их долю приходится 60% объема промышленного производства всей области. Благодаря Союзу работодателей решаются вопросы по развитию реального сектора экономики. За последние три года в регионе открыто 8 новых производств, в том числе при участии иностранных инвесторов. Многие предприятия прошли глубокую модернизацию. Многие предприятия сохранились благодаря тому, что такая замечательная организация была создана 20 лет назад. Она вставала на защиту интересов руководителей предприятий, на защиту интересов трудовых коллективов. А теперь коротко о других темах дня. К чемпионату мира 2018 года под московским шоссе появится тоннель для трамваев. Он станет частью новой линии от Ташкентской до стадиона Самара-Арена. Тоннель появится на пересечении московского шоссе и улицы Дальняя. Стройка будет идти год. На неё потратят 236 миллионов рублей. Две самарские компании получили штраф от межрайонной природоохранной прокуратуры за нарушение требований пожарной безопасности. Фирмы использовали в своей работе лесные участки около Самары и не создали вокруг территории минерализованные полосы, как этого требует закон. Виновные привлечены к административной ответственности. Руководители компании-нарушителей заплатят штраф в 830 тысяч рублей. Пятый класс пожарной опасности прогнозируется в Самарской области. Чрезвычайный режим введен в Тольятти и восьми районах региона. МЧС напоминает, при пятом классе пожарной опасности запрещено посещать леса, разводить костёр, оставлять самовозгораемые материалы – тряпки, бумагу, пропитанные горючими веществами. Также нельзя выжигать траву и камыш. На подготовку объектов жилищно-коммунального хозяйства к зиме в регионе направят 2,5 миллиарда рублей. Большинство уже прошли проверку. Общая готовность больше 90%. Идёт анализ состояния оборудования в хотельных, на тепловых и водопроводных сетях. Кроме жилых домов, к зимнему сезону готовят другие объекты социальной инфраструктуры – лечебные, культурные и образовательные учреждения. Самые экологичные экскурсии на Самарской луке. Туристические маршруты заповедника победили в конкурсе лучших проектов. Всего было 77 участников. Лидеров выбирали по нескольким номинациям эксперты с помощью народного голосования. Туристические маршруты Самарской луки поддержали 70 тысяч человек. На конкурсе отметили – такие проекты помогут повысить туристический имидж и привлекательность региона. Всю жизнь с водой. Одному из бывших директоров водоканала Владиславу Плятнеру сегодня 85. 40 лет он трудился на благо самарцев, строя водопровод. Владислав Николаевич сейчас на заслуженной пенсии. Сегодня принимает поздравления от коллег и администрации. Поздравить юбиляра отправилась и Марьяна Мирная. Спасибо вам за воду, которая течёт из наших кранов. Владиславу Николаевичу Плятнеру 85. Это человек, который всю свою жизнь строил в Самаре водопровод. С юбилеем именинника поздравляет целая делегация. Глава Самарского района, сотрудники водоканала и представители городской администрации. Праздник двойной. В этом году водоканалу исполняется 130 лет. Владислав Николаевич помнит, как праздновали предыдущие и даже вековой юбилей организации. Вы сделали такой большой вклад в городу, что жители города вам были благодарны, потому что вся вода, которая идёт, это была в ваших руках. И большой родитель водопровод получил именно, когда вы руководили этим. В водоканале Владислав Плятнер трудился с 1961 года. За 40 лет был и начальником насосно-фильтровальной станции, и главным инженером, а потом и директором водоканала. Про себя, говорит, работал всегда честно, не халтурил. И за воду, которую подавал в дома самарцев, отвечает головой. Я пью только нашу воду. Я не пользуюсь этими бутылочками. Я пью прямо из-под крана. Всегда пил и пью. Я знаю, что она хорошая, хотя говорят, что она там мутная и всё. А да, везде мутная. Юбиляру, как полагается, все почести, цветы, подарки, медаль Куйбышев «Запасная столица» и путёвка на турбазу. Дышать свежим воздухом и поправлять здоровье. Тем более, что сам Владислав Николаевич всегда любил путешествовать и отдыхать на природе. Мариана Мирная, Василий Калдашов. События. В честь 430-летия города Самарская газета запускает цикл бесплатных открытых лекций. На них выступят известные самарские историки и культорологи. Лекции будут еженедельными. Из-за ограниченного количества мест в зале обязательно предварительная запись. Забронировать место можно по телефонам, указанным на экране, а также по электронной почте. Первая лекция была посвящена самарской промышленности. Слушатели узнали, какую роль сыграли уебшевские предприятия в Великой Отечественной войне и на каких заводах тыла ковалась победа. Особое внимание доктор исторических наук Глеб Алексушин также уделил и развитию дореволюционной промышленности в Самаре. 19 век, начало 20 века не просто не знают, а даже и не желают в него погружаться. Сталкивался не раз с этими проблемами. Поэтому мне важно, чтобы у людей сегодня осталось целостное впечатление о развитии промышленности в Самаре. Открытое небо, открытые сердца. В Самаре проходит фестиваль народной музыки. Концерты в парках и скверах проводятся в рамках программы «Молодежь Самары», которая помогает раскрыть таланты молодых людей и поддерживает их инициативы. Андрей Горгуленко наслаждался музыкой на свежем воздухе. Вячеслав главный бас концерта. Чтобы спеть для самарских зрителей, приехал из Саратова по приглашению своей сокурсницы. Артисту по душе атмосфера фестиваля, а потому он уверен, что обязательно приедет еще. Я принимаю пока первый раз, но я думаю, далеко не последний. Правильно, я принимаю уже третий год участия в этом фестивале. Все очень замечательно, и артисты очень квалифицированные. Я надеюсь, что зрителям очень понравится. Самое главное это. Фестиваль «Открытое небо. Открытые сердца» проходит в Самаре уже четвертый год. Проводят его при поддержке администрации города. Артисты исполняют на народных инструментах самые разнообразные произведения – от классической до эстрадной музыки. Но прежде всего фестиваль направлен на приобщение подрастающего поколения к народным традициям. Очень нравится. Мы очень часто ходим в парк и в концерты. Прям вообще отличные. У ансамбля есть и постоянные слушатели, которые приезжают на каждое выступление. С этим коллективом мы знакомы давно. Мы их посещали в филармонии. И вот опять взяли мы абонементы на этот год уже. Мы просто в восторге от их выступлений. Поддержка талантов – одно из приоритетных направлений деятельности мэрии. Для этого в городе реализуется программа «Молодежь Самары», благодаря которой инициативу молодых людей получают «Зеленый свет». Уже в четвертый год подряд мы получаем необходимую поддержку от администрации города. И благодаря этому фестиваль живет, развивается. Аудитория фестиваля молодая, молодежная. Артисты играют также молодые, с большим запалом, энтузиазмом. Много среди наших слушателей молодых семей. Это очень приятно. У артистов запланировано более 30 выступлений в этом году. Расписание концертов под открытым небом жители могут найти на сайте филармонии. В следующий раз артисты выступят 26 августа в парке имени Щерса. Начало концерта традиционно в 5 часов вечера. Андрей Горгуленко, Василий Колдашов. События. Радуются обновлениям. Еще один двор в Самаре отремонтирован и благоустроен в рамках программы «Двор, в котором мы живем». Жители дома номер 10 по проспекту Ленина рассказывают, Раньше на улицу выходить не хотелось. На газонах стояли машины, а вместо зоны отдыха была грязная лужа. В прошлом году сюда завезли новый грунт, установили детскую площадку с каруселями. А уже в этом году во дворе отремонтировали внутриквартальную дорогу, установили ограждение, сделали парковку для машин, обновили освещение и обрезали деревья. Раньше было, конечно, очень темно и было страшно ходить. А сейчас очень хорошо. И я считаю, что жители довольны. Особенно дети. Родители не могут их оттащить с этой площадки. За два года нам все благоустроили, и мы очень довольны. Возродить добрые соседские отношения взялись в одном из районов Самары. В микрорайоне Мичуринский каждую неделю устраивают дворовые праздники «День соседей». Это конкурсы и викторины для детей. Песни и танцы организаторы-участники праздника – сами жители. Этот фестивальный проект действует уже шесть лет при поддержке ТОСа Мичуринской и администрации Ленинского района. В ее рамках также устраивают концерты на 9 мая и Новый год. Реализуется проект «Живой микрофон», где каждый желающий может выйти на импровизированную сцену. Наш фестивальный проект в первую очередь служит для общения жителей между собой, для консолидации жителей. Ну, если сказать громко, для формирования гражданского общества. На протяжении всей нашей программы, нашего проекта у нас это получается. Самара запускает «Волну здоровья». Всероссийская акция пройдет в Поволжье уже в следующую пятницу. В региональном министерстве здравоохранения прошла видеоконференция городов-участников акции. Представители областного правительства рассказали, как идет подготовка к ней и что ожидает участников. С подробностями Олеся Корецкая. Фестиваль «Волна здоровья» начнется 2 сентября. Здесь, на набережной Волги, около бассейна ЦСКА ВВС. Программа насыщенная. Мастер-классы, квест, флешмоб, пешеходные прогулки, футбольный матч. А вечером от причала отойдет теплоход, на борту которого будут находиться ведущие российские врачи и современное медицинское оборудование. «Волна здоровья» пойдет по Волге в Балакова, Саратов, Волгоград и Астрахань. Фестиваль «Волна здоровья» начинался в Самаре с небольшой антинаркотической акции. А потом подключилась общественная организация Лига здоровья нации. Расширились границы фестиваля, повысилось его значение. На связи с городами-участниками Москва, министр здравоохранения Вероника Скворцова и президент Лиги здоровья нации, известный кардиохирург, академик Российской академии наук Лео Бакерия. Именно благодаря ему сотни детей в поволжских городах каждый год могут получить адресную медицинскую помощь от ведущих российских специалистов. Особое внимание маленьким пациентам с врожденными пороками сердца, а также нарушениями слуха и зрения. «Если мы в прошлом году у нас осмотрели наиболее сложных детей 355, я думаю, то есть не меньше, а то и больше, опять осмотрят специалисты. У них есть переносное современное оборудование. Это для того, чтобы можно было в дальнейшем и направить в федеральные центры». Кроме медицинской помощи детям, «Волна здоровья» призывает людей к здоровому образу жизни. Человек часто сам мешает себе быть здоровым, говорит министр здравоохранения. В обществе сложилась потребительская психология, когда люди ведут неправильный образ жизни, а потом требуют у врачей совершить чудо и вернуть здоровье. Акция «Волна здоровья» как раз и должна показать, что здоровый образ жизни – это реально и не скучно. Участвовать может любой, нужно зарегистрироваться на официальном сайте акции. В Самаре заявки уже подали больше трех тысяч человек. Олеся Корецкая, Артем Сулайман, События. Далее новости спорта, и я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Виктор Шепелев теннисную ракетку взял впервые в 11 лет, в далеком 1969 году. Тренировался в Кировском дворце пионеров у Станислава Пестова. Играл в сборной команде Куйбышева в первенстве и чемпионате РСФСР. Когда родился сын, ушел из большого спорта, вернулся уже ветераном. Понял, за несколько десятилетий настольный теннис изменился кардинально. Однако с удовольствием играет на всевозможных турнирах. Решил побороться за медали и на первом мемориале Виктора Попова. Стараемся тоже менять технику, смотрим на молодых, стараемся играть с молодыми, их выигрывать, боремся на равных. Родоначальником ветеранского настольного тенниса в Самаре считается Владимир Прудников. Он один из первых вернулся в большой спорт. В начале 90-х выступал на всероссийских и международных турнирах. Потом его примеру последовали и другие спортсмены, кому за 40. Среди ветеранской сотни оказался и чемпион Самары Сергей Игнаткин. Наши ветераны принимают участие в чемпионатах Европы. И последний раз наш Владимир Тудвасев занял третье место в паре на чемпионате мира. Также хочу сказать про Тудвасева и Эдуарда Козловского, которые год назад заняли третье место в паре на чемпионате Европы. Приходит ветеранский настольный теннис и с нуля начинающие не просто играют в шарик, а составляют достойную конкуренцию профессионалам. На первом всероссийском турнире памяти Виктора Попова некоторые самарские любители дошли до финала. Очень конкурентная борьба. Борьба до последнего. Идет 3-2. Равное количество побед. Вот сейчас еще может такое получиться, что мы будем считать равное количество очков у некоторых участников. Придется нам считать математическими действиями, выводить второе-третье место. За медали мемориала Попова сражались более 80 спортсменов. География участников впечатляет. От западного анклава Калининграда до восточных границ Петропавлов с Камчатского. В конкурентной борьбе самарские теннисисты вышли победителями. Так Виктор Шепелев занял второе место. Третья ракетка проиграла первому номеру российского рейтинга. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин